На заседании в обл. избиркоме озвучили итоговые цифры трехдневных выборов. Явка составила 24,77%. Депутатов в законодательное собрание выбрали 268 448 избирателей. Из них порядка 38 тысяч отдали свой голос, не посещая избирательных участков. Это владимирцы, которые выбрали новую форму голосования – дистанционную. Если мы говорим в сравнении с общей цифрой, количество избирателей в области – 1 миллион 88 тысяч, то да, это немного, вроде бы 4%. Если же мы будем сравнить эту цифру с тем количеством, которые приняли участие в голосовании в целом, то получается, что каждый шестой избиратель Владимирской области проголосовал с помощью нового формата. За голоса избирателей на этих выборах боролись шесть партий. Сегодня комиссия озвучила, в областном парламенте будут представлены только пять из них. Партия «Новые люди» не смогла набрать обязательные 5% голосов. В связи с этим ее представителям не войдут в новый созыв ЗАГС Собрания. Между остальными партиями распределили 15 мест. Единая Россия получает 10 мест по единому избирательному округу. Два места получает коммунистическая партия Российской Федерации. И по одному месту получают представители ЛДПР, Справедливая Россия и политическая партия пенсионеров. Теперь в обл. избиркоме ждут информацию от этих партий конкретно по кандидатам. В течение пяти дней они должны дать точные сведения, кто именно в областном парламенте их представит.